Был прекрасный зимний день, 25 декабря. Большой город торжественно выглядел, а на сердце у Евелины было тяжело и грустно. Какая-то тревога наполняла его. Наверное, потому что у меня нет папы, а мама так редко бывает дома. В её глазах блестели слёзы. В это самое время она почувствовала лёгкое прикосновение руки и быстро обернулась. Она увидела прелестную девочку, которая приятным голосом обратилась к ней. «А чего ты такая печальная? Ведь сегодня такой радостный день, праздник Рождества Христова». «У меня нет папы», — невольно ответила Евелина. «Ты, бедная сиротка, как мне жаль тебя! Но Иисус Христос родился для того, чтобы дать всем радость и быть нашим отцом. Он обещал никогда нас не покинуть. Пойдём со мной, и ты увидишь, как Он любит тебя». Евелина невольно пошла за ней. Эта девочка с добрым и сияющим лицом ей понравилась. «А там впереди идут мои папа и мама», — промолвила девочка. И вот они пришли к дому, где начиналось собрание верующих. Девочка взяла Евелину за руку и прошла с ней в первый ряд. Пел хор. После пения один за другим за кафедру выходили проповедники и произносили проповеди. Наконец вышел пастырь церкви. Он прочитал из Евангелия от Луки о Рождестве Иисуса. Из его уст потекла чудесная проповедь. Порой его глаза наполнялись слезами. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель мира, который есть Христос Господь. Друг, кто бы ты ни был, знай, что Христос родился и для тебя. А чего ты такой печальный? Почему порой из твоих глаз текут слезы? Ведь Он пришел не судить тебя, а спасти. Тебя смущает твое холодное и жестокое сердце. Не бойся, Он свет, Он солнце правды. Под Его покровом любви ты будешь безопасен. Только приди к Нему, не бойся. Иисус любит тебя. Ныне склонись перед Ним. Поведай о своем горе. Доверься, и Он родится в твоем сердце. В Нем ты будешь счастлив. Для тебя Он родился в бедных яслях. Ради твоего спасения Он скитался по земле. И не было им места между людьми. Он сказал о себе, лисицы имеют норы, а птицы небесные гнезда. А сын человеческий не имеет где преклонить главу. Впусти в свое сердце, впусти в свой дом. И ты будешь счастлив со всем домом своим. Давно уже в этой церкви не звучало такой богатвенной проповеди. Из многих слаз текли слезы умиления. Но пастырь как будто не замечал их. Его внимание привлекла девочка, которую он видел в собрании впервые. Из ее голубых сглаз струились слезы. Она не сводила с пастыря глаз. Он чувствовал, что небо открылось, и в этот вечер из его уст как никогда текли реки воды живой. Он чувствовал, что сила Духа Святого присутствовала в доме молитвы. И удивительно, как будто ради этой девочки. «Ой, Иисус, неужели ты настолько благ, что можешь уделять такое внимание даже маленьким детям?» Произнеслось у него в голове, и он предложил. «Склонимся перед ним, не постыдимся его. Ведь Христос для нашего спасения принял казнь, пытки и смерть. Ради твоего спасения был распят на кресте, пролил кровь. И тысячи истинных учеников последовали его примеру. Пролив кровь за делу его, умирая предтысячной толпой. Они не стыдились молиться Иисусу. Ты ли постыдишься и сомкнешь уста свои ныне? Будем же молиться, друзья!» И горячая молитва, как Фемиам понеслась к Богу. Велина не знала, что творилось с ней. Она никогда не слышала такого. Но с каждым словом что-то отрадное вливалось и наполняло ее душу. До сего времени она никогда не слышала об Иисусе и не знала Его. Но чувствовала, что Он так близко, что заполняет ее сердце. Она полюбила Его, и ныне Он стал дорог для нее. В порове чувств она впервые в жизни молилась и поняла, что все в ней переменилось. И даже этот незнакомый и чужой пастырь стал как бы родной. И поэтому после окончания молитвы и собрания смело подошла к нему и сказала, «Дорогой дядя, мне мама к Новому году купила прекрасную кроватку и теплое одеяло. Скажите дорогому Иисусу, пусть придет к нам. Я уступлю ему свою кроватку. Сама лягу с мамой, ведь теперь холодно, а Иисусу нигде спать». И она направила свои умоляющие глаза на Него. Он протянул свою дрожащую от волнения руку, положил ее на голову Эвелины и промолвил, «Дорогое дитя, я верю, что в эту ночь Иисус посетит ваш дом по желанию твоему. Чья же ты дочка, и как твое имя?» «Мое имя Эвелина», — сказала девочка и назвала свою фамилию. Пастырь невольно взгрогнул. Она была дочерью известной в городе женщины. Ее мать возглавляла атеистическое движение. «О, дорогой Господь!» — произнес он. «Ты зарунил в этот дом чудное зерно жизни. Я верю, что взрастишь его, и дело твое совершится до конца. Ты начинаешь через это дитя. Благослови же его в неравной борьбе. Я верю, что ты превозможешь. Иди, дорогая доченька, с тобою Бог». А сам поспешил уйти в свою пастырскую комнату. Напрасно так долго его ожидали попутчики, чтобы вместе идти домой. Он уже больше часа стоял на коленях и молился. Его крупные слезы струились по щекам. Он молился о маленькой Эвелине и верил, что тот, который родился в Вифлееме, ныне избрал и этот дом. «Я верю, дорогой Иисус, что ты пошлешь мне, о чем прошу тебя, и что еще так смутно понимаю». Наконец, глубокий мир наполнил его душу и сердце. Он встал с колен и направился домой. По дороге он вновь и вновь молился отцу о маленькой девочке. Когда он лег спать, была глубокая ночь. В полузабытье он увидел спящий Эвелин и бесчисленное количество ангелов, которые направляли свой взор на нее и на того, кто стоял у ее изголовья. Смутно представлялись ее образ матери, этой энергичной женщины, обладающей силой слова. Тысячи великих умов были увлечены ею. Да, в эту ночь Эвелина действительно спала на полу, на подстилочке, у своей кроватки, укрывшей своей шубкой. Ее хорошенькая постель была предназначена для Иисуса, который должен навсегда войти в этот дом. Итак, Иисус вошел в сердце Эвелины. Как же это произошло? Когда Эвелина пришла домой, матери дома не было. Она возвратилась поздно. Эвелина подошла к ней и сказала, Дорогая мамочка, сегодня я буду спать с тобой, а свою новую кроватку я приготовила Иисусу, о котором я так много слышала в доме христиан сегодня вечером. Краска негодования покрыла лицо матери, и она закричала. О негодная дочь, кто позволит тебе туда идти? В порыве гнева она ударила дочь по лицу. Большая досада охватила ее. В этот христианский праздник она как никогда имела успех в своем выступлении среди атеистов. Часто ее речь прерывали аплодисменты. И вдруг ее родная дочь говорит ей такие слова. Удар матери был неосторожен, и кровь крупными каплями пошла из носа Эвелины на ее голубое платьице и покрыла ее алыми пятнами. Мать любила свою дочь. Она впервые поступила так с ней. Она быстро сняла с нее платьице, вытерла им лицо дочери и, бросив ее под кровать, промолвила. Спи. Она покрыла ее чудесным одеяльцем и еще рассказала. Спи. И чтобы это было в последний раз, я запрещаю тебе ходить на такие собрания. Скоро мать тоже легла в постель и крепко уснула. Но Эвелина не спала. Она ждала Иисуса, а потом встала, взяла свою запачканную в крови платьице, завернула в сверток и спрятала. Потом положила у своей кроватки на полу подстилочку, укрылась шубкой и крепко уснула. На другой день Эвелине было плохо. Еще несколько дней до этого она чувствовала недомогание. Это был инкубационный период тяжелой болезни, которая окончательно овладела ею. Мать волновалась. Она чувствовала вину перед своей дочерью. Через несколько дней наступил кризис. «Мама!» — позвала Эвелина. Мать быстро подошла. «Я в эту ночь видела Иисуса. О, какой Он чудный! Он звал меня к себе. Как хорошо там! А теперь, мама, я умираю. Я иду к Нему. Но ты не плачь. Иисус говорит, что любит и тебя». Мать, рыдая, бросилась к Эвелине и начала успокаивать ее, осыпая поцелуями. «Дитя родное, что с тобой? Успокойся! Ты скоро выздоровеешь. Я уже никогда не буду бить тебя». «Нет, мама, я уже скоро навсегда уйду отсюда. Я буду ждать тебя, у любящего Иисуса. О, как я прошу, мама!» Тяжело промолвила Эвелина и вдруг умолкла. Наступили приступы удушья, которые говорили о близкой кончине. Мать скрикнула. «Дорогая доченька, милая Эвелина, говори, что сделала тебе. Я все сделаю». «Мама, если любишь меня, то позови пастора, который говорил мне об Иисусе, и ту хорошую девушку, и тех, которые так чудно пели. Пусть они мне споют те псалмы». И она впала в забытье. Наконец она произнесла. «Мама, еще возьми под кроваткой сердок, а там мои голубонькие платьицы. Положи его ко мне в гробик. Я покажу его дорогому Иисусу и скажу ему, что хотя я и маленькая, но люблю его, и пролила кровь за него». Ее лицо передернуло судорога. Она выпрямилась и испустила дух. Как безумная мать бросилась к Эвелине. Был прекрасный день. На похоронах Эвелины были сказаны чудесные, боговдухновенные проповеди. Присутствовало много народа. Хор исполнял христианские гимны. По призыву пастора церковь пребывала в посте о спасении души ее матери. Милые и дорогие слушатели, что сделали вы ради спасения своих близких, родных, которые отдалены от Господа? Провели ли вы ради них хотя бы один день поста? Пролили ли вы ради них горячие слезы перед Богом? Там, на кладбище, среди мертвых, родилась новая душа, мать Эвелины. Ничто не могло удержать ее, ни сотни прежних друзей по работе, присутствующих на похоронах, ни ее блестящая карьера, ни высокое положение в обществе. У гроба дочери она обещала Иисусу, Сыну Божьему, что отдаст свое сердце навсегда. Отныне каждое биение сердца, каждый вздох будет принадлежать только ему одному. Непрерывный фоссеркви достиг цели мать Эвелины. Несмотря на большое потрясение, она нашла в себе силы на другой день выступить на очередном собрании теистов. Какая же была ее речь? В этот вечер во многих затемненных сердцах запали слова о Царстве Божьем. Это было последнее ее выступление. Невольные слезы, текущие из глаз слушателей, засвидетельствовали, что и там зародилась жизнь. С тех пор прошло десять лет. В этом же городе был съезд христиан, женщин-христианок. Основным вопросом была посылка женщин на миссионерскую работу. С призывом на великий труд один за другим выступали миссионеры. Они не скрывали истину о том, что на этом поприще ожидают большие невзгоды и опасности от зверей, от уземцев и тому подобное. Но есть и великая охрана и защита, великий Иисус. Съезд подходил к концу. Было немало женщин-христианок, желающих добровольно отправиться на этот труд. Наконец выступала известная миссионерка, которая во многих местах совершала великий труд. Тропическое солнце обжигло ее лицо. Она перенесла много лечений. Она прочитала текст из Евангелия от Матфея. Итак, идите, научите все народы, крестя их по имя Отца и Сына и Святого Духа. Затем яркими красками обрисовала жизнь людей в посещенных ей странах и привела примеры, как эти народы жаждут правды. Как велико их желание служить живому Богу, которого они не знают. Как с окровавленными коленями молящиеся стояли на бытих стеклах, думая этим угодить Богу. На одном из островов Туземсы молились изваянию, перед которым горел жертвовный огонь, желая получить спасение и душевный покой. Они подползали к изваянию и через костер протягивали к Нему руки. Слышно было запах жареного мяса. Так самоотвержены были они в богопочитании и желании получить спасение. Но Его дает только Бог через Иисуса Христа. Они наши братья. Кто научит их познать, полюбить истинного Бога? Идите, научите все народы, кому это сказал Иисус. Они несчастны и голодны духом. Кто накормит их? Вы дайте им есть, сказал Христос. О, как жаждут они! При отъезде на конференцию возразившиеся христиане обещали и сутками не вставать с колен, взывая к Господу об ее возвращении. Ибо они остались, как милые сироты. И я обещала им, что возвращусь не одна, ибо их еще надо кормить. Неужели такие мольбы не перенесутся через океан и не достигнут вашего слуха? Это наш любимый Христос, только что родившийся в их истомленных грехом в сердцах. Он сейчас жаждет и алчит. И как страшно будет нам услышать в день суда. Я жаждал и алкал, ибо имеющие такое познание не накормили меня. Съезд был потрясен, а ее слова лились неудержимым потоком, подобно молоту разбивая сердца. Вас страшит опасность. Но что Христос претерпел ради нашего спасения? Его одежда была обогрена кровью. Ведь только таким путем Слово Божие проникает в мир через наши страдания. Он боролся за нас один, и не было Ему помощника. Так неужели мы ныне таки откажем Ему? Мы такие робкие, забыли, что Он из робкого Петра сделал великого Отца Церкви, впоследствии отдавшего свою жизнь за дело Иисуса Христа, и впоследствии воодушевлявшего слабых. И как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Наш долг — не выходить из этого дома, пока не выпросим у Него новых мужественных сердец. Когда я впервые выступила на миссионерскую деятельность, я трепетала перед ожидающей меня опасностью. Но после проведенных на коленях пред Богом дней и ночей Он вложил в мое сердце мужество и силу. Последуем и мы такому примеру, как крепнет, как закаляется служитель Божий в опасностях со зверями, со змеями, в дебрях с туземцами. Когда я призывала на помощь имя Иисуса, они смирялись перед Ним. Дальше Агана говорила, что хотя она и присутствует здесь, ее сердце остается там. Она не представляет себе жизни здесь, когда гибнут тысячи христиан, познавшие Бога через ее труд. День и ночь они молятся о ней и готовы пожертвовать, если потребуется, за нее своей жизнью. Дни и ночи несутся к любящему Господу песни хвалы. Что может противостать такой силе молитвы? Когда-то и я блуждала, но Бог призвал меня, коснувшись моего холодного и черствого сердца, через кровь моего дитяти. Быстро нагнувшись, она достала из портфеля сверток и вынула из него голубое платьице в коричневых пятнах крови. Она рассказала о любви своей дочери Эвелины к Богу. Последними словами Эвелины были, когда я приду к Иисусу, то покажу ему свое платьице и скажу, что хотя я и маленькая, но уже пролила за него кровь. А что покажем ему мы? Рыдания покрыли ее последние слова. Все пали на колени и полилися молитвы к вопли тому, кто незримо присутствует среди них. Казалось, что дрожали стены и поколебался пол. После молитвы на призыв отправиться на миссионерский труд встали все. Мы желаем, что это свято Різдва Христового, чтобы это свято было для нас не просто какой-то особенной датой, но чтобы оно было для нас, чтобы мы понимали его суть этого свято, так как понимала эта маленькая девчинка и впустила Христа в свое сердце. И чтобы мы свои сердца так же открыли для Него. И мы заспеваем песню, в которой автор описывает, для чего Бог народился на этой земле. Продолжение следует...